Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Яна Ермешова и сегодня мы с моим гостем будем говорить о спорте. Притом о том спорте, о котором уже сломано столько копий. Одни говорят, что это очень красиво, а другие считают, что этот спорт не достоин мужчин. Мы говорим о мужской художественной гимнастике, которая только-только зарождается в России. И вот сегодня у меня в гостях Булат Сунгатулин, четырехкратный победитель первого в истории чемпионата России по художественной гимнастике среди мужчин. Булат, здравствуйте! Здравствуйте! Вы же занимались футболом, если мне не изменяет память, да? Да, было так. А как из футбола вы попали в художественную гимнастику? Я занимался художественной гимнастике еще до футбола, то есть с 2006 года, до 2013. Просто потом этот вид спорта пошел очень сильно на спад и все ребята, которые со мной занимались, они просто разбежались кто куда. И я тоже вместе с ними. Подождите, в 2006 году вы пришли в мужскую художественную гимнастику? Да, с нуля. А ведь только сейчас о ней заговорили очень серьезно. Да, верно, только сейчас у нее такой большой скачок пошел. 2017 года. Но она развивается уже очень давно. Давайте говорить честно, да, многие коллеги ваши, спортсмены, притом олимпийские чемпионы отзываются о мужской художественной гимнастике нелестно. Та же Татьяна Навка сказала в одном из выступлений, хорошо, что этого нет в России, просто он не знал, что это существует. Алексей Немов, наш великий гимнаст, сказал, что для него это очень странный вид спорта. Вот такое давление, оно сильно на вас сказывается? Если честно, не сказывается вообще, потому что речь идет о испанском направлении, про которое все так говорят, его не воспринимают у нас в России вообще. Испанское направление, там такие же ребята, как и я, соревнуются по правилам женской художественной гимнастики с женскими предметами, это ленты, обручи, мяч, булавы. Ну, ничего мужского на самом деле, никакого гендерного отличия, скажем так. Подождите, а тогда та художественная гимнастика, которой занимаетесь вы, в чем ее отличие? У нас преобладают элементы спортивной гимнастики, это прыжки акробатические, сложные комбинации, ну и нужна серьезная выносливость. То есть, вот если сравнивать, например, женскую художественную гимнастику и мужскую, сейчас которая процветает у нас в России, да, вот в чем кардинальное отличие? Кардинальное отличие в элементах и в предметах. Ну и в исполнении, конечно, у нас нет женской пластики, мы показываем мужскую силу, мужскую эстетику, и предметы у нас другие еще раз повторюсь. Какие? У нас 90-сантиметровая трость, палка по-другому, два кольца небольших, утяжеленные булавы, как боевые орудия, скажем так, и скакалка, наверное, здесь предмет, который у нас такой же, как и у девушек. Ну а упражнение скакалки, вот я не могу, как бы, понять, в чем отличие? На словах сложно объяснить, нужно просто увидеть. Там исполнение с предметом совсем другое. У нас это широта, у нас это амплитуда, у девушек все достаточно узко со скакалкой, направлено на трудность предмета, а у нас-то направлено именно на демонстрацию мужской силы. Вольное упражнение с предметом под музыку, если прям очень простым языком выражаться. А у вас какая форма одежды? Потому что, ну вот, девчонки, понятно, стразы, вот эти ленточки, это все, вот прям вот, а мальчишки-то в чем? Вот вы знаете, в Испании стразы, вот парни тоже выходят в таких же купальниках. Ну, мы не принимаем этого, не знаю, для нас это не свойственно. Мы сторонники купальников спортивной гимнастики, как у ребят. То есть это не шорты, это именно трико и майка. То есть сдержанный такой вариант мужской? Да, да, но мы стараемся, точнее я стараюсь придерживаться, то есть у меня это все строго. Я не бегу в ателье, не делаю себе под заказ там по эскизам какой-то купальник. Я стараюсь, чтобы было просто и со вкусом. Да, есть у нас в основном ребята, они рисуют эскизы, то есть там определенный рисунок какой-то может быть, какие-то узоры. Я отошел от этого, я сейчас более строго себя веду. Почему? Ну, это мне больше нравится, и тренер мой тоже обеими руками за. Вы знаете, самое интересное, вы из Татарстана, да? Да. Это, скажем так, республика с достаточно строгими нравами. Как реагируют в республике на этот вид спорта ваших? Ну, у нас тоже достаточно популярный вид спорта, по-моему, нет ни одной школы по художественной гимнастии, которая не знает о нас. Мы открыто занимаемся, мы себя стараемся популяризовать, чтобы нас знали еще больше. И мы не стесняемся, и нас хорошо воспринимают, нас всегда тепло встречают, нам всегда рады. И почему за этот вопрос? Потому что в основном споры о том, мужской это вид спорта или не мужской, идут как раз там, где нравы более свободные. А вот у вас в республике, еще раз подчеркну, это достаточно строгие и нравы, и воспитание, и в то же время. А вот ваши родные и близкие как относятся к тому, что когда вы сказали, я хочу художественную гимнастику, вот как это было? Расскажите мне. Ну, когда я приходил туда со всем ребенком, там не совсем я выбирал, меня просто туда родители привели попробовать для общего развития гимнастику. А потом уже начали результаты, пошли потихоньку. И когда я в 17-м году вернулся, это тоже по большому счету была инициатива родителей. Я не хотел из футбола уходить. Но потом я просто головой немножко подумал и понял, что все-таки мне гимнастика ближе. А чем? Мне нравится под музыку выступать. То есть это не совсем танцы, но и акробатические прыжки присутствуют. Конечно, мне кажется, любой парень всегда мечтал прыгать акробатические прыжки, я не знаю. Ну, я с детства смотрел и восхищался. Что развивает художественная гимнастика у мужчин именно? Выносливость, мышечный корсет, силу мужскую определенно, гибкость в какой-то мере определенную, без нее никак. У нас, у девочек отличаются еще и методы подкачки. То есть у нас это больше направлено на рост мышечной массы. Девочки, наоборот, качаются так, чтобы мышечная масса не вылезала, и уже это не эстетично. Вот, поэтому у нас мы этого не стесняемся. То есть вы в спортзал ходите, да? Ну, и в спортзал нет, не обязательно. У нас просто комплексная подкачка есть прямо в тренировочном зале у нас. Нам и этого хватает. Сколько часов у вас, глядя, тренировка? И как часто вы тренируетесь? Ну, по-разному. Вот в обычный период, когда не нужно никуда готовиться, по три часа. Когда соревновательный период, там и двойные тренировки с перерывом, там и два часа, и два с половиной. А как организм переносит такие нагрузки? Вот как себя потом восстанавливаете? Ну, раньше было проще, на самом деле. Сейчас уже возраст немножко, не самый юношеский. Потихоньку уже, я понимаю, что тяжелее становится. Ну, стараюсь себя держать в форме. Возраст-то сколько вам? 21. Ну, вот 21 в художественной гимнастике у девочек, это уже, знаете, такие настолько сложившиеся звезды, которым уже там, будучи через два-три надо заканчивать. А в мужской художественной гимнастике? У нас, видите, как у нас же еще присутствует проблема дефицита кадров. И, ну, лично у меня просто есть цель, и я стараюсь каждый год чем-то удивлять. Стараюсь себя совершенствовать. Пока у меня получается, я еще пока в обоиме. Ну, вот приятно нам быть чемпионом России, четырехкратным, потому что я понимаю, что это с разными предметами, да? А у вас какой любимый предмет? Палка. Потом скакалка. Почему палка? Ну, просто палка – это предмет, с которым очень просто работать. Он в освоении легко дается. Если ее не бояться, то с ней выходит очень красивая работа. А что нужно, бояться предмета? Ну, когда мы бросаем предмет, особенно маленькие дети, им страшновато его ловить. Они стараются от него отвернуться, увернуться, глаза закрыть. Как правило, палка по голове прилетает. А вам бывало такое? Бывало, да. Я тоже маленький был. Я тоже прилетал. Мужская художественная гимнастика, она попала в олимпийские виды спорта или нет? Потому что идет же разговор о том, что должно быть равенство, да? Ну, пока еще не попало, но мы очень надеемся, что это случится. А чемпионаты мира, чемпионаты Европы проходят? Чемпионаты мира проходили, если не ошибаюсь, первый вообще в 1984 году состоялся в Японии. Если я не ошибаюсь. А уже чуть позже, в нулевых, туда поехал наш спортсмен из России, Александр Буклов. Он тоже три золота оттуда привез. Мы сейчас, я относимся, еще раз вернусь к этому, что мужская художественная гимнастика – это абсолютно новый вид спорта. А оказывается, у него огромная история. У него огромная история и большие корни. И он развивался не только в Японии, так же и Америке, и Германии, и Канаде. Достаточно было стран, которые приезжали на чемпионат мира тогда. Просто сейчас затишье, и этот вид спорта просто перестали продвигать. Тогда почему вы в него пришли? В идею поверил. Но мечта хотя бы попасть на Олимпиаду. Успеть попасть на Олимпиаду. Вот та же самая Вина Русманова, которая возглавляет нашу художественную гимнастику, она очень жесткий человек в этом отношении. Вот ее отношение какое к вам? Она очень любит наш вид спорта и всеми руками за то, чтобы мы начали уже развиваться, и чтобы мы вошли в олимпийскую программу, а не испанское направление. Ну, понятно, что японцы – это родоначальники, по сути дела, вот этого стиля, о котором мы сейчас с вами говорим. Есть возможность хоть каким-то образом их обыгрывать? Ну, загадывать так сложно, но мне кажется, что есть шансы, потому что у нас своя школа более жесткая. То есть у японцев два-три прыжка, мы стараемся разбавлять и вставлять пять-шесть. Ну, а как вот реагируют девчонки, когда вы перед ними выступаете? Девчонки балдеют, на самом деле, вот честно скажу, им очень нравится. Я еще не видел ни одну гимнастку, которая бы подошла и сказала, но мне не понравилось. Подходили, вот мы делали показательные выступления на чемпионатах мира, на кубках мира, на молодежных чемпионатах мира. Подходят гимнастки и говорят, круто. Очень круто. А девушки не гимнастки, что говорят? Если честно, я не сталкивался с девушками не гимнастками, которые смотрели мой вид спорта. Ну, есть подруги, есть знакомые, но им нравится. Они не видят в этом ничего женственного. Это реально тяжелый вид спорта. К нам приходят ребята взрослые почти моего возраста и спортивной гимнастики, которым тяжело. Им реально тяжело. Здоровые парни в раза в два больше, чем я, и они говорят, что им тяжело. Упражнение длится минут 30, у нас нет остановки, чтобы подышать. Это единая композиция, где нужно постоянно двигаться, где постоянно либо предмет работает, либо ты работаешь, либо все вместе. Остановок вообще не должно быть. Даже вздохнуть невозможно. Иногда ощущение, что минут 30 проходит просто вот как вдохнул и выдохнул уже только, когда музыка закончилась. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я хочу пожелать вам успехов, и пусть ваша мечта о поездке на Олимпиаду, она обязательно сбудется. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях был уникальный человек, Булат Сунгатуллин. Четырехкратный победитель первого в истории Чемпионата России по художественной гимнастике среди мужчин. И как мы с вами только что, наверное, поняли, это абсолютно мужской вид спорта. Он очень красивый. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова